Подружки, привет! Скажи привет, подружки! Эй, скажи привет, подружки! У нас тут новый день, и смотрите, что вернулось в нашу жизнь. В нашу жизнь вернулся сухой бассейн. Мелкий увидел его в гардеробе, пришлось доставать. И вот он целыми днями тут сидит в этом бассейне, играет, и потихонечку эти мячики оттуда выбрасывает. Я забрасываю обратно. Ну и такой у нас веселый процесс. Мы только что проснулись с нашего дневного сна, и у нас апдейт. О боги, ребенок выздоровел и чувствует себя намного-намного лучше. В общем, как прошло наше лечение? Во-первых, лечение заняло не так долго, как ожидалось. Буквально на, получается, третий день, наверное, у ребенка нормализовалась температура. И один день температуры нет, ночь нет. На второй день без температуры его высыпало. То есть высыпало красными пятнышками грудь, шею, немного-немного спину. Но в целом, по большей части, это грудь и животик. Знаете, сыпь такая, как у нас была, когда он болел розиолой, год, чуть больше года назад. И в целом мы сделали вывод, что все-таки это был не тепловой удар, а все-таки это была какая-то детская инфекция, которая сопровождалась жаром, и потом стандартной сыпью, которая появляется уже когда ребенок идет на поправку, когда он уже не заразен, и когда, в общем, ему становится лучше. Так что сейчас мы уже носимся, бегаем, и все в нашей жизни хорошо. Вернулись мы в целом в свой привычный график-режим, и все окей. Вместе с бассейном и радостью также у нас в доме появляется все больше и больше динозавров. И каждый раз, когда мы заходим в магазин, если мы видим динозавры, держи, вот таких динозавров, мы сразу ему приобретаем большое количество, потому что мимо них пройти он не может. Но это вот я уже вам рассказывала. Любовь недавнего времени у нас динозавры. Что мы будем делать сегодня, подружки? Сегодня мы поедим. Уже супчик наш подогрелся, быстренько перекусим. И так как на улице не такое сильное солнце, сейчас уже сколько получается, скоро будет шестой час, мы поедем на пляж. Но поедем с тобой, котенок, мы на пляж. Не в Юрмала, а тот, который у нашего дома, да? В общем, поедем мы на пляж, погуляем. Это будет первая вылазка ребенка на пляж. Ну и, конечно, этой поездкой мы отметим тот факт, что у нас закончилась наша самоизоляция. Десять дней уже прошло, да, котенок? Иди сюда. Что у тебя с волосюшками? Ну, чего ты там увидел? Короче, десять дней самоизоляции закончились. И мы можем смело выходить из дома и жить своей жизнью. Поэтому, подружки, будем вам много чего показывать. Так, мы тут достали наш икеевский стул. Давай, вот так вот, дабы мы с тобой не пролили. Супчик. В общем, подружки, буду ребенку помогать есть суп, чтобы быстрее дело шло вперед. Что касается еды, у нас новая история. Ну, как она какое-то время, в Инстаграме я показывала. То есть, ребенку обязательно нужно вытирать рот после каждой ложки. Не дай Боже, чуть-чуть капля появляется, все, мы должны это вытереть. Я считаю, что это заслуга отца, потому что отец у нас сумасшедший педант. Да? И мне кажется, этим ты прямо в него. Бип. Бип-бип. Ладно, подружки, буду по дороге вам все остальное рассказывать. Быстренько сейчас поедим. Не буду отвлекать ребенка. Сама поем. Соберу какие-то вещи, игрушки. Ну, и, в общем, покажу вам, куда обычно мы ездим рядом с домом, если мы хотим морских развлечений. Да? Держи. Амку. Так, чего ты мне там показываешь? У нас, кстати, настолько близко мы к пляжу, что даже обувь не будем надевать и поедем как есть. Тут у нас, в общем, Стелла, пока мы спали, тут орудовала. Здесь утром мы собирали замок. И если помните, то когда-то в былые времена здесь был бассейн детский с горкой. Ну, помните, да, с игрушечками и со всеми делами. До того момента, как Стелла не решила освоиться и, в общем, не превратила это все вот просто в тряпку. Ровно так же, как она это сделала с первым малышковым бассейном. Поэтому, Стелла, ты должна мне два бассейна. Мелкий уже сейчас выписывает тебе счет. Я поняла, что в этом году, в связи с тем, что в нашем доме появился варвар, у нас надувных бассейнов, детских и прочих игрушек больше не будет. Потому что, ну, вот как бы поступается с этим совсем вот так вот. Тем временем я хочу посмотреть, что у нас вообще есть из пляжных игрушек. Потому что, оказывается, нет у нас нифига. И нужно придумать, что взять с собой ребенку на пляж, чтобы ему было с чем играться. Ну, наверняка мы возьмем лейку. Лейка – это же обязательно, да? Возьмем ведерко. Так, ведерко, лейка. Нужна обязательно лопата. Ну, и для верности нужна какая-то машина. Одна машина у меня есть в моей машине. Поэтому возьмем вот этот Камазик, вот это. И, пожалуй, наверное, хватит для первого раза. Потом поедем в магазин и что-нибудь да прикупим. Так, мы уселись и едем. Прелесть, на самом деле, такой загородной, условно загородной деревенской жизни заключается в том, что ты можешь голой задницей сесть в машину. Ну, условно, в трусах или в купальнике, босиком и поехать на пляж. Собственно, так мы всю жизнь и поступали. И что очень круто, я только сейчас поймала себя на мысли, что в Санкт-Петербурге, например, мне даже в голову не придет куда-либо поехать босиком. Здесь все чисто, на пляже стекол нет. Ну, в общем, сейчас мы приедем. Я вам покажу, как там все выглядит. Самое главное, чтобы было место парковки. И чтобы мы смогли, в общем, на этот пляж попасть. И важная, кстати, новость, мои дорогие подруги. В связи с тем, что у нас закончились наши 10 дней самоизоляции, мы с котенком намерены из дома выбираться все чаще и чаще, поскольку сидеть дома, как вы знаете, сами не очень, появляться мы здесь будем почаще. И эксперимент сегодняшний, конечно же, заключается в том, что мы на Ютубе появились в нетипичный день, в субботу. И поэтому вы этот видеоролик, собственно, в субботу и смотрите. Напишите в комментариях, что вы думаете по поводу того, если мы будем, ну, хотя бы в ближайшее время, пока у нас есть силы, там, не знаю, за палку куда-то ездить, если мы будем публиковаться не два раза в неделю, как обычно по понедельникам и четвергам, а еще добавим вам субботу. И если будет что показывать на вот конкретной неделе, то, в общем, будем вам и показывать. Короче, напишите, делать еще один дополнительный выпуск в неделю, или нас как-то будет в вашей жизни многовато. Так, ну вот она, моя любимая дорожка до пляжа. Ну, оказывается, тут с парковкой все нормально. Дофига мест. Поэтому мы с вами попробуем поехать чуточку поближе. Такс. Пью-пью-пью. Слава богу, тут сняли шлагбаум. Ладно, давайте здесь припаркуемся. Сняли шлагбаум. И оплату парковки тоже сняли. Точнее, въезд. Тут евро или что-то такое было. А вот там вот в лесу, видите, как прикольно, там сделаны такие деревянные дорожки. По ним можно тоже гулять. Ладно, давайте выбираться из машины. Эй, Голик, ты готов? Давай. Мама отстегнет и пойдем на пляж. Так, голенькие ножки. Потопали, потопали. Вот у нас наш пляжик. Давай, беги, маленький котенок. Сейчас буду вам показывать. Тут, конечно, не так все обустроено, как в Юрмале. Потому что, ну, в Юрмале, понятно дело, там и как бы поток народу намного больше. Там и рестораны и всякое прочее. Но вместе с этим у нас на нашем пляже, смотрите, какой песочек. Ну, то есть это просто меленький, беленький, чистенький песочек. Короче, здесь есть туалеты вон там, парковка, как вы уже видите. Есть спасатели, есть души, переодевалки, детская площадка. Короче, тут дофига всего. Здесь есть всякие маленькие вагончики, где можно купить морошку, коктейли и прочие вкусняшки. Давай, давай. Собачка, да, собачка. Давай. И вот оно, наше море. Вот там вот души. Я не помню, на самом деле, я в прошлом году, по-моему, вам показывала. А может, и нифига не показывала. Везде вот такие вот дорожки. Так, котенок, двигай. Там у нас спасатели. Тут у них квадроцикл. Там дальше на пляже всегда есть лежаки, которые можно арендовать, если сильно хочется. Ну и, короче, и кафе даже открыли. Одно, правда, но его открыли. Это очень здорово. Ну, чего? Да, это квадроцикл спасателей, котенок. Так, давай аккуратно. Ну и вот наш песочек. Как я по нему скучала. Привет, песочек. Смотрите, какая прелесть. Чистый песок. Уже не говоря о том, что здесь вот таких явлений, как стекла, мусор, мангалы и прочее просто не бывает. Тут открыли какую-то кафешку в прошлом году, но, очевидно, сейчас она в связи с ковидом не работает, потому что калиточка у них закрыта. Ну да ладно. Тут, в общем, есть разные зоны. Чуть подальше даже есть зона нудистов. Так что кому хочется голой жипой, тоже можно легально все это делать. Ну, ку-ку. Давай, давай ручку. Нет? Не будешь давать маме ручку? Ну, давай беги. Ой, вообще, баба, это такое счастье, когда ребенок выздоравливает. Когда ты знаешь, что у него все хорошо, что он чувствует себя прекрасно, он активный, у него хорошее настроение. И ты можешь вернуться к нормальному режиму и, в целом, с ребенком активничать, жить и показывать ему всякое разное. Это очень-очень круто. Так что, да, мы с тобой стрессанули на прошлой неделе, когда ты у меня болел. Ну, и это тоже чувствует себя хорошо, пинается очень, и никаких больше схваток тренировочных, нетренировочных и прочих не было. Так что, сиди там в своей печушке и готовься расти и созревай. А мы с этим товарищем пойдем к водичке, да, пойдем посмотрим, что там. Ну, в общем, вот такая вот красота. И это наш пляж, он огромный. Можно идти туда? А можно идти туда? Короче, куда хочешь, туда иди. Птичка сидит, не трогай птичку. Котю, она-ка, не трогай птичку. Она сама от тебя убежит. Любимое дело. Давай, 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 Рэми. Ой, ты расстроились все. Ни птицы, ни шапки. Давай. Ну, давай, 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 бери. Давай, мама отряхнет. Так, а что с водой? А-а-а, господи, какая холодная. Блин, тут жара. Нереальная вода, жутко холодная. Так, человек освоился и нашел способ игры. Бросает в море песок. Там мало его, да? Человек побежал за птицей в море и, естественно, врубил свою торпеду. Это как бы цена за выздоровление ребенка. Включаются наши торпеды. Ну, естественно, равновесие человек не удержал. Повалился, повалился, повалился на спину и, в общем, не мог там сориентироваться в водичке. Водичка, конечно, у него была по бедра, но тем не менее. В общем, я как спасатель Малибу. Рванула за ним только. Спасатели Малибу сиськами трясли, а я трясла большим животом, чтобы достать ребенка из воды. Ну, зато теперь без майки, без шапки в шортах сидит. Ну, благо на улице реально адская жара, и погода значительно меняется. Тут у нас вот такие вот прекрасные облака и солнце, оно не светит прям беспрерывно. Поэтому это, конечно, очень комфортно и здорово. Так что, котенок, можешь еще поиграть. Скоро поедем домой. Это, конечно, грандиозная разница, когда ты приезжаешь на пляж с маленьким ребенком. Если сравнить с тем, как ты отдыхал на пляже, до детей. До детей я вот могла с утра прям до вечера на пляже тусоваться. Мое любимое место на свете. Сейчас? Ничего, с ребенком? Такое ощущение, что я тут целый день здесь провела. Ну, для него это, конечно, прям вообще развлечение. Представьте, в квартире в городе сидит. В Петербурге, конечно, нет такой возможности, потому что водоемы там грязные. И мы ребенку не разрешаем так вот прям свободно в водичке тусоваться. А тут делай, что хочешь. Причем Рижский залив, он прекрасен тем, что 300 километров по колено. Ну, чего ты там разорался, котенок? Ну, чего? Что ты там услышал, малыш? Чего услышал? Ну, котенок. В общем, в раздумьях человек. Эй, ку-кутик. Видел ворону. Сейчас у него любимое дело орать «кар-кар» и бежать за вороной, да? Давай, ворона, убегай в сторону парковки в правильном направлении. Заманивай малыша. Все, мама идет, идет, идет с тобой ловить ворону. Куда твоя ворона улетела? Вот она. Давай, пойдем, котенок. За вороной. Это я в полотенце, с рюкзаком, с животом. Кстати, хорошая тень получается, и зод не нужен. Ну, идем, 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 идем. Мама идет с тобой, идет с тобой. Все, ваши пути разошлись? Не, я понял. Не судьба. Да, только мне придется за тобой идти, да, котенок, в дюны-то? Иначе куда же там ты один без мамы пойдешь? Ну, смотри, какая красота. Класс? Ой, какая прелесть. Поедем домой. Бабушка нас уже потеряла. Небось думает, где мы с тобой? Куда мы запропастились? А мы можем с тобой там пройти. Там будет дорожка. Да, котенок? Пойдем посмотрим. Мама там давно не гуляла. Верный способ. Без истерик. Тащите ребенка с пляжа. Были бы такие потайные дорожки с детских площадок домой. Было вообще замечательно. Ну, ладно. Радуемся тому, что есть. Пойдем, котенок, пойдем с мамой. Давай. Топ-топ-топ. Пойдем искать дорожку. Она где-то там. Топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ Смотрите, подружки, какая красота Кстати, надо будет мне с вами сходить Как-нибудь у нашего дома Там есть смотревая башня И что там еще? У нас очень красивый лес Я как-то снимала выпуск По-моему... А, я была беременна Рэмом Мы приехали на эту смотревую башню Но что-то там у нас не сложилось с погодными условиями Так, давай-давай-давай-давай Аккуратно-аккуратно, только не беги Короче, не сложилось у нас с погодными условиями И поэтому я выпуск этот не опубликовала В общем, в этом году обязательно с Рэмом мы туда сходим Я, конечно, на башню не буду подниматься наверх Потому что она очень-очень-очень высокая И в целом это историческое место Там латвийские стрелки защищали от немцев Ригу Во время боюшки Так что покажу вам Ну, посмотрите, какая красотень Вот за это я люблю наши юрмальские, рижские леса Они просто невероятно красивые Так, подружки, мы вернулись И тут процесс поливания С травой сухой Короче, нам нужно тут бедствие после Стелла Прибрать И в целом нужно все убрать Вечер все-таки как-никак Ну, в общем, мы любим, чтобы сад После дневных наших всех историй Оставался чистым Поэтому мы тут сейчас приберемся с котенком Поужинаем, помоемся Ну и пойдем с падушки Так, у этих двоих любимое занятие теперь Поливать цветочки Бабушкины Из одной Леечки в маленькую Пойдет розочки поливать котенок Ладно, подружки У нас тут пока деревенские работы Котенок поливает цветочки Я пойду прибираться Ну, а вы в комментариях пишите Добавлять ли нам в субботу еще один выпуск Или нет Все Увидимся с вами в понедельник Пока Рэми, скажи пока, подружки Скажи пока Пока Субтитры сделал DimaTorzok